Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео мы совершим поездку по Болгарии из городка Царьево до городка Синеморец, где находится пляж Бутамята. Эта поездка 2017 года была совершена 1 июля на арендованном автомобиле. Вы видите на карте схему маршрута, причем я привожу как Яндекс карты, так и Google карты для сравнения. Стартуем мы в микрорайоне Василико, города Царьево. Вот что говорится о Царьево в Википедии. Царьево, город и порт Болгарии, расположен на побережье Черного моря, находится в Бургарской области, входит в общину Царьево. Население составляет 6301 человек. До 1934 года город назывался по-гречески Василико. Царьево – это болгарский перевод на звание. Греческое население города Османской империи покинуло его после того, как оно дошло к Болгарии по Лондонскому мирному договору 1913 года, после окончания Первой Балканской войны. В 1950-1991 годах город назывался Мичурин по фамилии советского ботаника Ивана Мичурина. Сейчас проезжаем речку, в которой вводятся черепахи. В одном из последующих видео вы видите, как люди кормят черепах, как уточек. Справа проезжаем комплекс Нестенарка, в котором очень много квартир приобретено россиянами. Вы видите, состояние болгарских дорог оставляет желать лучшего. Справа бывшая база отдыха, вернее она и сейчас база отдыха, но ранее это была база отдыха какого-то крупного завода, а сейчас частное владение. Слева отель Тринити. Пролежаем по улице Нестенарка. Сарево расположен на полуострове, находится недалеко от Ахтополя и лежит в 70 километрах к юго-востоку от города Бургас. Береговая линия очень изрезана к югу от города. Находится гора Папия высотой 502 метра над уровнем моря. Поворачиваем направо для того, чтобы выехать на дорогу под номером 9901. Которая ведет из Бурга-Саврезова. Есть две версии о происхождении названия Василику. Согласно одной из них, название идет от разрушенной турками болгарской деревни Бусилково, недалеко от Айтоса. Часть его жителей, спасавшихся от турков, переехала сюда и впоследствии под влиянием Ахтопольского епископа перенимает греческий язык и культуру и название меняется на Василику. Вот сейчас вы видите, мы выезжаем на дорогу 9901 и поворачиваем налево. Это вот в этом месте вариант Яндекса. И вы видите, где мы находимся по версии гугла. До Варвары поселка или деревни Варвары 5 километров, до города Ахтопол 10 километров, до города Синеморец 16 километров и до городка Резово, который на границе с Турцией 28 километров. Мы сегодня проедем до Синеморца, где находится пляж Бутамята. По другой версии, название Василику идет от греческого слова базилевс, что в переводе означает царь. Согласно сторонникам этой версии, такое толкование возможно благодаря турецкому путешественнику Эвлии Челеби, который упоминал, что крепость Василикус, завоеванная мусой в Челебе, построенная князем Василием, одним из внуков императора Константина. Вот сейчас вы видите, слева появляется море. И далее дорога будет идти вдоль моря. На отрезках пути вне населенных пунктов воспроизведение видео производится в ускоренном варианте, с многократно увеличенной скоростью. Там, где проезжаем населенные пункты, скорость немного увеличена. В 1920-х годах здесь основана лесохозяйственная кооперация Дубрава. В начале 1880-х годов город сильно пострадал от пожара. И теперь делится на две части, старую и новую, застроенную в 1890-х годах. Община Царева. Входит состав Бургарской области. Население составляет около 10 тысяч человек. Административный центр. Город Царева. В состав общины входят следующие населенные пункты. Города Царева и Ахтопол. Села Бродилово, Болгарии, Варвара, Велика, Изгриф, Кондалово, Кости, Лозенец, Резово, Синеморец, Фазаново. Погода в этом регионе. Специфический климат Стронжанской области формируется под влиянием Черного и Средиземного морей. Среднегодовая температура относительно высока. От 11 градусов Цельсия осадки от 100 до 800 мм распределяются неравномерно на летний минимум и осенний максимум. Климат изменяется с проникновением в горы. Средняя температура воздуха летом колеблется в районе 24-35 градусов выше нуля. В зиме очень мягкие. А температура морской воды летом от 23 до 29 градусов. Варвара – это маленький поселок, расположенный на берегу Черного моря у подножия вершины горы Папия. Это единственный поселок между городами Царево и Ахтопол. Находится на территории природного парка Странжа. Варвара известна прежде всего красивым морем. Несмотря на то, что пляжная полоса только одна и не очень большая, она является одной из самых красивых на Черноморском побережье. Из-за отдаленности и недостаточной популярности поселок смог сохранить чистоту природы и кристальную морскую воду. Поселок огорожен скалистым заливом, подходящим для подводной рыбалки и ныряния. Слияние гор с Черным морем делает поселок Варвара одним из уникальных мест Болгарии, куда вы можете приехать отдыхать на чистом и девственном пляже в жаркие летние дни или среди природы в лесу, весной и осенью. На вершине горы Папия недалеко от поселка остались следы позднеантичной и средневековой крепости. Это небольшая болгарская рыбацкая деревушка с 270 жителями. Она расположилась на южном побережье Болгарии в 5 километрах от Царьева и 3 километрах от Ахтополя, у подножия горы Папия. Варвара – это место, где есть возможность спокойно отдохнуть в полной гармонии с природой, далеко от шума больших курортов. Морской бриз, свежая горная природа в сочетании с причудливыми скальными образованиями создают неповторимый уют и очарование Варвары. История. Варвара – рыбацкая деревушка, но последние 10 лет сюда ездят туристы. В середине XIX века место было необитаемым. Здесь был только маленький монастырь Святая Варвара, в котором обитали монахи местных селений. Окрестности Варвары являются частью природного заповедника Странджа. Природа этого красивого уголка Болгарии давно привлекла внимание талантливых интеллектуалов, художников, писателей, актеров, научных работников, которые радуются здесь творческому вдохновению. Имя Варвары имеет отнюдь негреческое происхождение, соотнесенное со словом «варвары на земле». Имя Варвара – древнеарийское, индоевропейского, древнеславянского происхождения. Имеет отзвуки в современном русском и украинском языках. На это указывает корень «вар», причем корень в квадрате. Корень «вар» в русском языке имеют слова «варить», «варежка», «авария». В одинаковом происхождении корня в словах «варвара» и «варить» указывают ударение. Именно на втором слоге – «вара». «вара» в индоевропейском языке означает защита. Древние арии строили «варой». Это непроникаемые ни для каких внешних воздействий защищенное пространство, причем это пространство ограждалось даже тремя рубежами защиты. Поэтому и слово «варить» обозначает создавать защиту. При варении продукта он обеззараживается от болезнетворных микробов и становится пригодным для еды. Слово «авария» означает то, что защита разрушена. Еще пример. Слово «варежка», означающее защиту руки от холода. Сходное значение имеет слово «варта» в украинском языке, то есть охрана. Таким образом, имя «варвара» дословно означает «двойная защита», так как корень повторяется два раза. Ахтопол. Город в Болгарии расположен на побережье Черного моря, находится в Бурганской области, входит в общину Царева. Население составляет 1425 человек. Краткая история города. Если исследовать историю Ахтополя, то оказывается, что это довольно древний город. Греческие поселения появились здесь приблизительно в то же время, что на территории города Балчик. После захвата римлянами город получил название Перонтикус. В результате варварских набегов поселение часто разрушалось. И вот одно из восстановлений осуществил Агатон, полководец из Византии, который назвал вновь отстроенный город своим именем Агатополис. Основан греками из Аполлонии, ныне город Созопол, находившийся в 58 километрах севернее. Византийскую эпоху назывался Агатополис. Один из немногих городов, остававшихся в руках последнего императора Византии Константина Палеолога. Перешел к туркам перед осадой и падением Константинополя в 1453 году. Его современное имя восходит к греческому Агатополи – прибрежный город. Город расположен на скалистом полуострове на берегу моря у подножия горы Странжа. В 14 километрах к югу от города Царево и в 5 километрах к северу от устья реки Велика. Является частью природного парка Странжа. Агатопол существовал с эпохи неолита. Известно, что в Железном веке район населяли фракийские племена. Вероятно, Агатопол основан около 430 года до н.э. греческими колонистами из Афин, что связано с действием Перикла в прибрежных районах. Город стал центром торговли. Начали чеканиться монеты. После варварских вторжений с 5-7 веков город восстановлен византийским водоначальником Агатоном, который назвал город Агатополис. Согласно другим источникам, он назван таким образом уже в 323 году. Средний век Агатопол несколько раз включен в территорию Болгарии. Средневековые источники упоминают Ахатопол как живой торговый порт, куда пребывало множество византийских, итальянских и других кораблей. После вторжения османских войск в конце XIV века город назван Ахатенболу. В 1898 году Агатопол состоял из 410 домов, из которых 300 греческих и 110 болгарских. В XIX веке являлся процветающим центром рыболовства и внешней торговли. Многие местные жители владели собственными кораблями и продавали товары всему населению Черного моря и Средиземного моря. Было также хорошо развито возделывание виноградников. После Балканских войн 1912-1913 годов город относится к Болгарии. Его греческое население вытесняется. На их место поселяют болгарские берзанцы из Восточной Фракии. В 1918 году Ахатопол был полностью уничтожен в результате сильного пожара. Его пришлось восстанавливать практически с нуля. От старого города остались небольшие фрагменты крепостных стен. Среди современных достопримечательностей монастырь Святого Яни и церковь Вознесения. Кроме того, рядом с городом расположена горная вершина Малкопапия, которая является частью Странжанских гор. Благодаря наличию хорошо защищенных от ветра глубоких бухт, в которых удобно пришвартовываются парусные суда, Ахатопол имеет транспортную связь с морскими портами других государств. Поэтому данный курорт постоянно развивается и выглядит очень современно. На территории Ахатопольских пляжей можно найти много угробных мест для отдыха. Лето здесь прохладное и сухое. В среднем температура в течение сезона составляет 26 градусов. Днем ветер дует с моря, а вечером с берега. Поэтому воздух постоянно освежается и жару легче переносить. В 1995 году горный массив Странжа в районе Царева, это почти 1% территории Болгарии, был объявлен национальным парком Странжа. В парк включен и самый древний, с 1933 года, заповедник в стране Силкосия. В заповеднике свыше 260 видов растений и находится единственное место обитания дикой мушмулы в Европе. Река Велика впадает в Черное море всего в 4 километрах от Ахтополя. Вода в здешнем море спокойная и теплая, до 25 градусов. По берегам, протекающих в долине горного массива, реки Велики, растут реликтовые леса. Вокруг очень много зелени, на деревьях живут разнообразные птицы, в воде полно рыбы. Иногда встречаются даже водные черепахи. Поэтому устье Велики и вся здешняя уникальная природа находятся под защитой государства. Немного о Странже. Здесь ясно очерчены два хребта – Резовский и Боснийский. Резовский хребет уходит на юг в Турцию. Здесь находится и самая высокая точка болгарской части Странжи – 709-метровой гуляма Градишти. В ясный день с этой вершины можно увидеть Черное море. Боснийский хребет играет роль в северной границе национального парка Странжа. Он пролегает почти параллельно Резовскому хребту. Начинается он от вершины Караван-Сарай на болгарско-турецкой границе и кончается к югу от городка Царьево. Синий морец – маленький поселок, являющийся самым южным болгарским морским курортом. Граница с Турцией проходит 12 километров южнее. Синий морец находится в 5 километрах южнее Ахтополя, в 20 километрах южнее Царьево, в 90 километрах южнее Бургаса. Его население составляет около 350 человек. Поселок расположен в заповеднике Странжа, самый большой заповедник Болгарии. До 1990 года Синий морец был частью приграничной зоны и, как следствие, доступ сюда туристов был ограничен. Благодаря этому поселок, возможно, сумел сохранить атмосферу, удаленного от цивилизации места. На месте современного Синий морца находились греческие и фракийские поселения, о чем свидетельствуют результаты археологических раскопок. Первые письменные упоминания о Синий морце датируются 1498 годом. Тогда поселок состоял всего из 17 домов. Его население занималось торговлей деревом. В Синий морце есть 4 основных пляжа. Устиету, расположенный в устье реки Велика, это в северной части Синий морца. Бумята, расположенный на южной окраине поселка, рядом с отелем Белла Виста. Липите, липы, дикий пляж, находящийся в полтора километрах к югу от поселка. И Селестар, расположенный в 6 километрах южнее морское дно в районе пляжей Песок и Мелкая Галька. Вот что рассказал в интервью Радио Болгарии директор парка Стефан Златеров. В природном парке Странжа сохранилась растительность третичного периода, которая в остальной части Европы исчезла во время последних обледенений почти миллион лет тому назад. Речь идет о вечно зеленых растениях, таких как странжанский самшит, волчья лыка, кавказская брусника, лавра вишня и других. За пределами гор Странжа подобная растительность встречается восточнее, на южном побережье Черного моря, достигая до Кавказа. Она известна под названием колхидская растительность из-за географического расположения там античной колхиды. Странжанский самшит – эмблема парка. Его кусты с вечно зелеными листьями и огромными цветками, окрашенными в фиолетовые, темно-красные и оранжевые цвета, придают экзотическое великолепие странжанским лесам в конце весны. Странжа отличается и своими многовековыми герстерными лесами с диаметром некоторых деревьев до двух метров. Это реликтовые леса далеких геологических эпох. Это в основном дубовые леса, пояснил директор. Здесь находится один из крупнейших дубовых массивов в Европе. Странжанский дуб – проотец всех европейских дубов. Сохранившийся с третичного периода, он дает начало остальным видам деревьев в Европе. Защищены также отдельные виды растений и кустов, вековые деревья. Например, считается, что дубу под селом Звездец более тысячи лет. Самое толстое дерево недалеко от Забернова. Периметр его ствола составляет 5,5 метров. Под защитой также находятся пещеры и источники реки Молодежкой. Пещеры Еленина, Братанова, Махарата, Скалата. Рядом с дорогой от Малкатырного, Гарматикова. Основные речные артерии Странжи – это реки Велика и Резовска. Здесь текут также реки поменьше. Младышка, Молодежная, Айдери, Стрывница, Крутая, Дяволска, Чертого, Эленица, Оленья. Остальные водные ресурсы Странжанского массива сосредоточены в западном Карстовом регионе, где бьет свыше 120 ключей. Самые полноводные источники рядом с Малкатырного – около 400 литров за секунду. Местные люди воздают божественные почести некоторым из этих источников, так как считается, что их вода обладает целительной силой. Самым целебным считается источник Галлямата Аязму – Большой Священный Ключ в районе села Граматикова. В селе Велика, в 5 километрах от Царьева, находится ботанический сад Серафимовии, где выращивают 3200 видов фруктовых деревьев, 1600 видов кактусов и экзотических трав. Причем некоторые виды достаточно редкие, например, дерево китайских императоров, кактус колумба, киви, бамбук, баобаб, юка и многие другие. У подножия гор Странжа сохранились уникальные языческие обычаи – нефтенарские танцы на раскаленных углях. Этот древний обычай связан прежде всего с Днем Святых Константина и Ивены – 21 мая по старому стилю, 3 июня по новому. Но нефтенарские ритуалы проводятся и во время некоторых других праздников. Главный элемент обряда – это хождение по тлеющим углям. Однако ему предшествует длительная подготовка. Перед праздником иконы, весь год хранившиеся в церкви, переносят в Канак – специальное строение, которое служит местом почитания обоих святых. Среди других обычаев – очищение священного источника, расположенного неподалеку от деревни, и жертвоприношение ягненка, которого закалывают для приготовления особого мясного варева – курбана. В День Святого Константина неси нарские иконы торжественно несут к источнику и совершают ритуальное омовение. Все это действие сопровождается исполнением специальных песен, хороводами, раздачей обрядовых хлебов. В праздники принимает участие вся деревня, но танцуют в огне только нестинары. Днем на центральной площади раскладывают костер. Прежде чем нестинары вступят в огненный круг, должна прогореть не одна вязанка дров. С наступлением сумерок нестинары идут в Канак, к святых Елены и Константина, и долго молятся там. Уже в темноте шествие, которое возглавляют старшие нестинары и мальчики, несущие иконы, направляется к огню. Костер к тому времени задухает, и на его месте образуется круг, испышущий жаром багровых углей. В процессе приготовления нестинары входят в состояние сродни религиозному трансу. С криками они ступают на раскаленные угли, пробегают по ним, по ним кружатся и танцуют, сжимая в руках иконы. Считается, что в такие мгновения эти люди могут исцелять и предсказывать будущее. Феномен нестинаров изучался многими учеными, но пока никто не смог достоверно объяснить, почему на босых ногах танцующих не остается ожогов, или почему не горит их одежда. Конечно, в наши дни древняя традиция подверглась влиянию коммерции, поэтому танцы на углях нередко устраиваются специально для туристов. И все же, если постараться, можно стать свидетелем настоящего обряда, который уходит своими корнями в глубину веков. Также можно посмотреть античную Ахтопольскую стену и греческую школу в городе Ахтополь, средневековую крепость святого Кирилла и Мефодия в селе Кости, святого Пантелеймона в селе Бродилово, фракийские руины в деревушке-городишке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова